Спонсор канала лагера компания Термалтейк. Термалтейк, играй еще легче. Здравствуйте, с вами снова Технокухня. Сегодня на кухне нежданно легадана электронная книга, которая все умеет. Вы можете прямо сейчас сделать заказ в интернет-магазин, потому что Pocketbook Touch 2 или как его называют, Lux, умеет все. Не зря планшет имеет бешеную популярность в народе, и нам посчастливилось взять его поюзать. Судите сами, классическая 6-дюймовая электронная на чернилах с разрешением 758 на 1024 пикселей. Как и положено, есть подсветка. Причем можно назначить клавишу для мгновенного включения-выключения. То, что читать можно при любом внешнем освещении, хоть ночью, это прекрасно. Приятно читать без подсветки. Экран больше белый, чем серый, поэтому вполне удобно читать без подсветки в полутемном вагоне метро. Большой запас яркости при подсветке, на максимуме столь мощная, что бьет в глаза. Нам также понравилась лампочка посередине под экраном. Она ориентирует пользователя относительно клавиш управления. Экран сенсорный, причем сенсор крайне отзывчивый и интеллектуальный. Листать можно по-разному. Вперед как кнопкой, так и нажатием вверху экрана, причем как справа, так и слева. Назад как кнопкой, так и нажатием внизу экрана, причем как справа, так и слева. Нажатие по экрану посередине вызывает меню. Эта книга уже влюбляет в себя. Но подождите, есть еще mp3 плеер. Можно и mp3 музыку послушать и заставить электронного чтеца поработать за нас. Причем качество речи заметно лучше, чем на рассмотренных ранее модели от других производителей. Даже интонация сохраняется грамотно. Впереди из-за угла появилось такси с поднятым флажком. У Томи перехватило дыхание. Что, если они его остановят? Нет. Разъем подключения акустики, популярный джек 3,5 мм. Есть довольно сильный для данного класса устройств 800 МГц процессор. Страницы листаются очень быстро. Можно и в шахматы поиграть в дороге с комфортом. 4 ГБ встроенной памяти хватит для серьезной библиотеки. Само-саморазумеющееся. Поддержка microSD-карт емкостью до 32 ГБ. Есть Wi-Fi. Куча установленных программ типа рисовалки или большого инженерного калькулятора. Встроенный браузер. Доступы в магазин. В общем, нет того, чего нет. И все это от 6 тысяч рублей в интернет-магазинах. Что касается материалов, то лицевая сторона матовая не оставляющая отпечатка в пластик. А тыльная сторона приятный софт-тач пластик под резину. Устройство тонкое и легкое. Мы не заметили ни люфта, ни скрипа. Модель доступна в трех цветовых решениях. Белом, серебристом и черном. Ридер приятно держать в руках. Кнопки управления из мягкого пластика, приятного на ощупь, нажимаются мягко. Устройство поддерживает практически все форматы книг чтения. Емкость 1000 мАч не такая большая, но в принципе на неделю интенсивного использования хватит. Есть ли у этого устройства недостатки? Конечно, куда же без них. Долгий запуск. К примеру, включите вы его при входе в метро, и только спустившись на платформу, девайс загрузится. Узкое место. Оперативной памяти только 128 МБ. Документ в PDF на 30 МБ откроется не сразу, и скорее всего только после перезагрузки. При больших размерах открываемого файла немного подвисает. Благо, что большинство книг весит немного. Что ж, несмотря на несущественные недостатки, это просто отличная электрода книга, в которой есть все. Наша награда платина. А с вами была Арина. Пока-пока.